Добро пожаловать всем! Мои дорогие, это канал Мелисса с Арт, и я Мелисса. Сегодня я расскажу вам о роботах, немного полезной информации и истории. И все это под спид-пейнт моего робота с собакой. Роботы. Что же мы о них знаем? О роботах всегда думали, во все времена, но также и боялись, что они смогут восстать против человека. Мы создаем их старательно, по своему образу и подобию. Но так как человек способен на все, в ужасе от мысли, что робот сможет сделать против человека, если вдруг шарики за ролики зайдут или запрограммируют так. Ведь коварных людей много, но я настроена думать, что добрых людей намного больше. Вот и фильм 1984 года «Терминатор». Чем вам не будущее планеты, если роботы восстанут? Когда машины пойдут против человека, но роботов создают люди для помощи. Как в фильме «Электроник». Ученый наградил «Электроникой» самообучение, или как сказать. В него была загружена информация обо всем, что может потребоваться. Но «Электроник» мечтал стать хоть чуточку человечнее. Или «Дейта» в знаменитом сериале 1987 года «Звездный путь. Следующее поколение». Какая женщина не мечтала о таком помощнике, как «Дейта»? Хотя бы за стойкой бара или за плитой. Он прекрасно убирается, готовится, самообучает. Легко и просто загружает в мозг информацию. А читает и печатает вообще со скоростью света. Эх, был бы у меня такой робот. Я бы тогда допечатала свою книгу, а то то времени нет, то желания. Ужас какой-то. В 90-х годах почти все люди и дети планеты мечтали о роботах. Этот взрыв в фантазиях устроило то, что на экранах телевизоров появился в 1987 году «Робокок». А в 1990-м «Робокок 2». В 1992-м – третья часть этого удивительного фильма. «Робокок» – это интересный фильм про робота-полицейского. И все дети буквально помешались на андроидах. Но это был, так сказать, киборг. Кибернизированный человек, от которого осталось сердце, мозг. Но это видео о роботах, а не о киборгах. В 90-е годы были насыщены роботами. Итак, что мы знаем о роботах? Роботы – это техника, произведенная человеком. Первый гуманоидный робот был создан более 500 лет назад. А именно, в 1495 году Леонардо да Винчи создал механического рыцаря, способного имитировать движение человека. Садиться, ложиться, вставать, двигаясь руками и шеей. И даже поднимать козырёк шлема, чтобы показать, что внутри никого нет. А мы пойдём дальше. В 1774 году швейцарским часовчиком были созданы три куклы. Поэт, музыкант и художник. И они в рабочем состоянии до сих пор стоят в музее истории искусств. Один робот – геноид. Геноид или фембот – это научное название роботов-женщин. Так вот, он играет на органе и имитирует человеческое дыхание. А робот-ребёнок рисует четыре изображения. Другой же пишет текст длиной в 40 символов. Вы скажете, какая мелочь? Но это были предшественники роботов. В 1800-х годах японский учёный Хисашиги Танако, сложивший основу компании Тошипа, создал множество чрезвычайно сложных механических игрушек. И они намного сложнее, выставленных позже другой страной, но вызвавших огромный фурор в робототехнике. Только в 1970-х годах в университете Вассада в Токио создали первого антропоморфного робота с цифровым управлением. И первой страной, выпустившись в свет, человекоподобного робота оказался Китай. Этим роботом стала София. Киноид или Пенбот. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии. Вах-вах-вах! Но Китай начал делать роботов задолго до 2017-го. Научились они ставить самообучающиеся программы. Это объясняет цену на их роботов. И, наконец, вспоминается аниме. Такие как Стальная Тревога, Студия Конзо, Сломанный меч, Студия Продакшн Айджи, Огнём и мечом, Ниндзя-воин Табикаге, Кот Киас, А также Евангелион. Очень много аниме, кино, мультиков. Есть много фильмов, которыми я восхищена. Но я не буду тут рекламировать их. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход нового видео. А сейчас немного рекламы моей группы. Заходите в мою группу ВКонтакте. Именно оттуда со мной можно связаться и заказать арт. В альбомах вы можете найти мои рисунки, а также выложить свои. Там же есть альбом критики, где вы выкладываете работы на критику. Полезные действия критики помогать людям улучшать то, за что они отвечают. И альбом нужна помощь. Кидайте работы, которых не видите, но чувствуете ошибку. До новых встреч! Россия!